Хорошо, когда я служил в Балтийске, в те времена регулярно ходили на боевую службу в Средиземное море. В Средиземном море, как очевидно и сейчас, насколько мне известно, американцы себя чувствуют, как дома. Итальянский сапог разделяет Средиземное море пополам. Западнее сапога – одна авиационно-ударная группа, но это в составе авианосец и порядка ещё десяти кораблей сопровождения. Восточная – вторая авиационно-ударная группа. Всё нацелено на Европу, на европейскую часть Советского Союза. Было, но сейчас в России. Короче говоря, деятельность этих авиационно-ударных групп, она для нас была не безразлична. Поэтому боевая служба на Средиземном море была нацелена прежде всего на разведку деятельностью этих авиационно-ударных групп, созданием им определённых помех, определения возможностей нанесения необходимого по времени удара, если такое потребуется, по команде, естественно. Ну, короче говоря, всё было в таком несколько напряжённом положении. Поэтому сами американцы били себя там очень привольно, никакими документами там им намёки давали с нашей стороны, что давайте определимся, чтобы не было помех вам и нам. они от этого отказывались, считая, что что они делают, это, ну, как и сейчас. Это то, что надо, что это всем выгодно. Ну, необходимо было как-то на это по возможности, с моей точки зрения, раз мы там оказались, как-то повлиять. повлиять можно было только тем, чтобы создать такие помехи, от которых они бы сами запросились на создание какой-то организации во взаимоотношениях между нами и американскими кораблями. для этого надо было на мой взгляд, я был начальником штаба бригады, вести себя по-американски. мы подходили довольно близко к авианосцу, но когда он в свободном плавании, это и опасно, и сложно, но когда он заправляется от танкера, а танкер приходит большой, и заправка идет как с одного борта, так и со второго, так было, вот, то идет целый такой пучок кораблей, которые определенным образом связаны в маневрировании. используя это постепенно, чтобы не сразу напугать, мы постепенно с кормовых задних углов приближались, отходили, приближались, и так приучили американцев, ну, образно говоря, чтобы, так сказать, не было никаких осложнений для нас, прежде всего. Мы в конечном итоге подходили в конце уже, вот, я подходил на эсминце, это был 61-й проект, противолодочный корабль с газовой турбиной, и остановился сам у ручега, командир говорит, давай я порули немножко, подводил корабль вплотную к борту, который был чистый, а он заправлялся с правого, в последний раз подходили, с левого борта подошли, расстояние постепенно снижали, и вышли на расстояние минимальное, ну, буквально там 50 метров, может быть, 30. Короче говоря, командир авиационно-ударной группы, сидел в кресле, это было видно прекрасно, на мостике, естественно, я находился на мостике, не сидел, естественно, стоял и рублил здесь всем этим делом, на расстоянии примерно вот 50 метров, 30, может быть, метров, он смотрел на меня сверху, вниз, я на него смотрел снизу, бель, и чувствовалось, что вот это ему очень не нравится, очень не нравится, что вот он стеснен, а он еще заправлялся, ну, я два раза так было, доводил дело до такого состояния, когда нервы у командира авиационно-ударной группы не выдерживали, он давал два гудка, поворот влево, признал, как положено, по СС, и левым бортом меня пытался отбросить подальше, ну, естественно, я, когда левый борт высотой там 20 метров двигался на меня, я отскакивал, вот, потом опять это тихонечко повторял, и доводил, конечно, дело до такого состояния, что им это было очень здорово мешало. в конечном итоге, в конечном итоге, буквально через месяц я узнал, что Пётр Николаевич Наводцев такой, адмирал, который служил Балтийский, знал меня хорошо, летал Пентагон, Пентагон и заключил такие обязующие обе стороны правила, по которым маневрирование было уже ограничено как для нас, так и для американцев, чего они очень не хотели, но пришлось. то есть в принципе своими своими действиями я принудил этих ребят подчиняться каким-то правилам, чего они не хотели делать и тогда, и не делают и сейчас. Возовите Аня. Какая память у вас? Не память. Память у вас? Хорошо, когда я служил в Балтийске, в те времена регулярно ходили на боевую службу в Средиземное море. В Средиземном море, как очевидно и сейчас, насколько мне известно, американцы себя чувствуют как дома. Итальянский сапог разделяет Средиземное море пополам. Западнее сапога одна авиационно-ударная группа сапога по в салют. в салют, в салют, в салют, и в салют,